Власти ингушетии представляют в Саудовской Аравии 18 проектов. Из-за климатических особенностей королевства подавляющая часть товаров туда поставляется из других стран. Потому в ингушском инвестиционном портфеле такое разнообразие агропромышленных проектов. В Саудовской Аравии мы планируем провести встречу с министром сельского хозяйства, министром торговли и инвестиций, а также с членами торгово-промышленной палаты и другими представителями бизнес-сообщества Саудовской Аравии. Мы подготовили презентационный материал. Это видеоролик о республике в целом и о инвестиционных проектах, которые мы предлагаем к реализации на территории республики Ингушетия, к совместной реализации. Далее у нас в основном проекты сельского хозяйства и туристического кластера нашего. И в числе и уже успешно реализующийся в Ингушетии проект развития садов интенсивного типа. В нем предусмотрена закладка яблоневого сада с капельным орошением на площади тысячи гектаров и строительство оптово-распределительного центра на 52 тысячи тонн единовременного хранения сельхозпродукции. В настоящее время в Троицкой раскинулся сад на площади 600 гектаров, а фрукты поставляются в разные регионы России. Иногда с макушки можно ведро собрать уже, а полностью с дерева три, иногда по четыре ведра. Ингушетия уже поставляет в Саудовскую Аравию и Арабские Эмираты горный мед. Экологически чистый продукт пользуется широким спросом у арабов. Теперь же ингушетская сторона предлагает инвесторам проект по производству натурального меда со вспомогательными продуктами пчеловодства – прополиса, пыльцы, маточного молочка. Местом реализации станет КФХ Костоев. Объем инвестиций более 700 миллионов. На предприятии смогут трудоустроиться 350 человек. Проект «Ингушетский мед» уже предварительно прорабатывали с стороной Саудовской Аравии. Уже им направляли образцы. И тот образец, который их устроил, сейчас после того, как мы туда приедем, мы будем там же, вот тот инвестор, который у нас будет презентовать наш проект «Мед Ингушетия», они встретят там уже первую партию меда и передадут Саудовской стороне. Власти Ингушетии готовы выделять земельные участки для строительства тепличных хозяйств. Проект предполагает строительство и организацию деятельности тепличного комплекса по выращиванию овощей на площади 83 гектара. В его рамках предусмотрено строительство 60 теплиц площади 240 квадратных метров и административных зданий в Сунжинском районе. Объем инвестиций – 700 миллионов рублей. Количество рабочих мест – 120. Благоприятные природно-климатические условия способствуют развитию в Республике мясомолочного скотоводства. Еще один инвестиционный проект предусматривает производство в Ингушетии экологически чистых мясопродуктов халяль, а именно развитие мясоперерабатывающего комбината. Предлагает ингушская сторона и проект по производству и переработке более 5000 тонн мяса индейки в год. Объект уже реализуется государством, предоставлено 150 гектаров земли. Еще один проект, ориентированный на производство широкого ассортимента продукции – создание полносистемного рыбоводного хозяйства «Племенной рыбопитомник», в котором планируется разведение Каспийского лосося, ручьевой форели, карпа, белого амура и толстолобиков. Впрочем, развитие рыбоводства Республики уже получило старт. Фитровый вид мы запустили тоже в этом году. И в дальнейшем планируем запустить вот этот вид. Он не капризный, это специально скрещенный вид, это называется сибийская ассортимент. Ну, как видите, красавица, прижилась в нашей воде, живет, чувствует себя нормально. Строительство завода по разливу родниковой воды «Обанхи» предполагает увеличение объема выпуска товарной продукции, а именно минеральной воды и газированных напитков. Дополнительно предусмотрено освоение выпуска новой товарной продукции – соков и питьевой воды. Уникальная экосистема позволила Ингушетии стать регионом со стремительно развивающимся туризмом. Ингушская делегация представит Саудовской Аравии проект горнолыжных курортов Арамхи и Цори. Если первый из них уже стремительно развивается, принимает отдыхающих, то Цори предстоит создавать с нуля, что для небольшого региона весьма затратно. Но статус особой экономической зоны предполагает налоговые льготы и гарантирует поддержку государства в строительстве инфраструктуры и благоустройства. А двустороннее сотрудничество с Королевством Саудовской Аравии – безусловно большой шаг в достижении поставленной цели. Хава Султыгова, Новости 24.